Александр Горин, инженер-строитель по профессии, родился и вырос в Самаре. Всегда хотел жить в частном доме с богатой историей. На поиски дому мечты ушло несколько лет. В 2020 году Александр нашел то, что искал. Дом 19 века с мезонином в Старой Самаре. Было одно но. Дом мечты тогда представлял собой обветшалую постройку, которая продавалась как придаток к участку. Но сегодня на месте аварийного сооружения дом с современным оснащением внутри и историческим обликом снаружи. Работы проделаны немало, вспоминает Александр. Все делали для себя и сил на это, конечно, не жалел. Дом в итоге переоборудовали так, как нам хочется. Сделали планировку, которая нам очень нравится. И это уже совершенно другой дом. Это современный дом с современными технологиями. Пол дома, фундамент я заменил. Стены внутри обшили гипсокартоном. Пол заменили полностью. Нанял архитектора для проектирования планировки дома. Он мне посоветовал обратиться в Томсовый фест, и они мне помогли с ремонтом фасада. Подобный пример преображения исторических построек в Самаре не единственный. В городе набирает все большую популярность восстановление домов с вековой историей, которые сегодня признаны аварийными. Большой вклад вносят бизнес, частные инвесторы и неравнодушные граждане. Объекты наследия, которые признаются аварийными и которые требуют внимания. И при этом, если совместить это с растущим интересом со стороны инвесторов в приобретении небольших площадей, порядка, может быть, нескольких сотен квадратных метров, здесь как раз такая точка соприкосновения, которая может дать Самаре еще ряд потрясающих объектов. Второй раз в Самаре проходит стратегическая сессия «Инвестируй в историю». Ее цель – установление диалога власти и бизнеса в вопросе восстановления исторических зданий. Архитектуру прошлых столетий отличает уникальность каждого объекта. Это и привлекает представителей бизнес-сообщества, уверены организаторы. Мы поставили перед собой гипотезу, а можно ли эти дома не сносить. И начали думать, как это сделать. И, по сути дела, мы поняли о том, что в этот процесс не вовлечен совершенно креативный класс предпринимателей и бизнес, которые могли бы давать какие-то инвестиции в эти объекты, в исторические домики для того, чтобы открывать там свои собственные бизнесы. Участники стратегической сессии – архитекторы, представители власти, бизнеса и неравнодушные граждане. Среди приглашенных – эксперты из 10 регионов России с успешными практиками в этом направлении. «Потенциал развития вот этого направления, он достаточно высок. И все-таки мы видим, что в некоторых регионах России, там, где у нас активно развиваются меры поддержки инвесторов в сфере сохранения культурного наследия, интерес инвесторов есть. Запрос в обществе на системные изменения по привлечению частных инвестиций в этот сектор, он действительно уже насрел». В завершении стратегической сессии состоится презентация отдельных зданий Самары, которые ждут своих инвесторов. Участникам расскажут о механизме приобретения этих зданий и ответят на все интересующие вопросы. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События.